На соревнованиях действительно хватает причин для радости. А вот на тренировке таковых почти не бывает. Но Дарья Шамарина умудряется их себе придумать. Сложно представить, но она любит тренироваться. В свои 17 вполне осмысленно подходит к этому процессу и получает от него удовольствие. Ей нравится познавать новое. Вот, например, в этом году она попала в сборную России по групповым упражнениям, а за месяц до поездки в Ижевск взялась за личную программу. Все это, безусловно, интересно, вот только суставы такой смены ритма не выдержали. Выступать пришлось, превозмогая боль в колене, почти на каждом элементе. Со скакалкой пришлось особенно сложно. Самое главное здесь прыжки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Даша Шабарина необыкновенно красивая девочка с берегов Нивы. Да, она имеет великолепное внутреннее содержание, имеется в виду культуру движений, культуру движений природную, которую можно выучить, но если природы не дано, то такой степени не выучишь. Я очень дорожу этой гимнасткой, очень дорожу ею, но, к сожалению, ее тоже замучили травмы у нее, колени часто болят, но я все жду, что она, может быть, перерастет, и все-таки она станет одной из наших ведущих гимнасток, я на это очень надеюсь. Эти соревнования для меня не были, конечно, моим звездным часом, но я вполне довольна, можно сказать. Вот интересно, то, что в Центре подготовки художественной гимнастики так много талантливых гимнасток, это помогает или, наоборот, нервирует? Да, очень тяжело, идет у нас очень сложная конкуренция, порой просто дикая конкуренция, но она очень подстегивает, очень, и благодаря этому все растут. Наверное, это еще одна причина, почему все так хотят тренироваться у Ирины Александровны в ее Центре. Там действительно собраны лучшие гимнастки со всей России. Поэтому весьма удивляет тот факт, что Лена Посевина, призер первенства страны, в группу Винер не входит. Она тренируется тоже в прекрасном Центре, она тренируется в Нижнем Новгороде, там тоже Центр художественной гимнастики, там хорошие тренеры. И она очень красивая девочка, я, правда, ее давно не видела, но мне хвалили ее на чемпионате России на детском, она выступала хорошо. И мы договорились с Натальей Тишиной, со старшим тренером этого Центра в Нижнем Новгороде, что они приедут в ближайшее время, и она будет готовиться к чемпионату России здесь. Потому что дуб в пустыне не растет, дуб растет в любое дубовое. К словам, разрастается сад Ирины Александровны. Лена Посевина отлично будет гармонировать с другими обитательницами Центра. Она очень необычная гимнастка, по крайней мере, композиции ее очень оригинальны. Обруч, например, идет практически без музыкального сопровождения. Продолжение следует... Продолжение следует... Юлия Чернова приехала в Ижевск с Украины. Там, кстати сказать, тоже есть знаменитый центр – школа Дерюгинах, которая в местных масштабах ничуть не уступает по престижу российской. И Юлия Чернова там не тренируется. Она оттачивает свое мастерство в родном городе Николаеве вместе с Натальей Лосийчук и Любовью Серебрянской, мамой олимпийской чемпионки. Там есть достойный клуб ГАРД, который, хотя и не способен конкурировать со школой Дерюгинах, но первоклассных гимнасток воспитывать вполне может. Юлия Чернова, например, участвовала в чемпионате Европы, а национальное первенство даже выиграла, правда, в отдельных видах. Прямо сейчас ее чемпионская композиция с мячом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У каждой гимнастки, наверное, есть излюбленный старт. Алине Кабаевой, например, особенно дорог чемпионат Европы. А вот Аида Красникова любит мир женщины. Она с похвальным постоянством приезжает на этот турнир и в Москву, и в Ижевск, из родной, но далекой Астаны. Наверное, даже в большей степени этот турнир дорог Светлане Красниковой, маме и тренеру Аиды. Она помнит еще советскую женщину, где она выступала в 70-х годах. Приехать с дочерью на соревнования значит вспомнить молодость. В самой Аиде этот старт запал в душу в 98-м и 99-м, когда здесь побеждала ее самая любимая гимнастка Ирина Чащина. КОНЕЦ КОНЕЦ Заканчивается выступление Аиды Красниковой. А вместе с тем завершается уже и 21-й гимнастический старт на призы журнала Мир Женщины. Конечно, сейчас существует множество других и, наверное, более ярких состязаний для художниц. Конечно, участницы ижевских соревнований пока не звезды, но они вполне могут ими стать, что безусловно важно. А еще важно то, что, несмотря ни на какие сложности, традиционный турнир по художественной гимнастике все еще жив. Не зря ведь человечество так дорожит традициями. На них и строится наше воспоминание, наша история, а значит и наша жизнь.